Парафиниться, наносится парафин, затем нагревают специальный утюжок до определенной температуры. Этот парафин заглаживают. Подготовка каждого комплекта лыж должна быть идеальной, ведь от этого зависит скольжение, а значит и скорость. Именно здесь специалисты, что называется, колдуют над спортивным инвентарем. Один из самых главных моментов, я говорю, здесь собираются колдуны, тренера и смазчики. Они начинают работу где-то в районе пяти, половины шестого. И вот эта работа длится в пределах пяти часов у них. Лыжи будут готовить для полутора сотен спортсменов. Столько человек примут участие в лыжных гонках. Перед соревнованием им предстоит ознакомиться с трассой. Для подготовки трассы для лыжных гонок использовалось самое современное оборудование. Такие снегоуплотнительные машины применяют на спортивных соревнованиях международного уровня. Трасса спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» считается одной из самых сложных в регионе. Перепад высоты на одном из участков достигает 800 метров. В этом году проведена нами очень высокая работа. Расчищены, подготовлены трассы. Трассы у нас на международном уровне. Ширина трассы 9 метров. И протяженность несколько кругов у нас. Есть 5 километров, 2,5 километра, 500 метров. Финишный такой кружочек небольшой. Как отчитались накануне чиновники, к фестивалю зимних видов спорта готова вся инфраструктура и спортивные объекты. Кроме «Изумруда» состязания пройдут и на стадионе «Локомотив» и в Ледовом дворце. Готовность сегодня всех спортивных объектов стопроцентная. То есть практически бригады отработали у нас по подготовке замечательно. Трассы подготовлены по всем дисциплинам, которые будут проводиться. Фестиваль зимних видов спорта стартует уже завтра и продлится два дня. Фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, лыжные гонки. В областную столицу съедутся 250 лучших спортсменов со всего Северо-Запада, чтобы побороться за медали и кубки. Кстати, для всех болельщиков вход открытый. До «Изумруда» даже будет ходить специальный автобус, который отправится в спортивно-оздоровительный комплекс в 10 утра с Козленской 6. Сами же масштабные соревнования торжественно откроются завтра в 15 часов на стадионе «Локомотив». Ирина Барышева, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова